Денис Драгунский. Советский секс. Теория и практика. Советский секс. Первое. Предисловие. В СССР секса не было? Извините. Секс в СССР, конечно же, был. Именно секс, а не просто половая жизнь или репродуктивное поведение, как утверждают отдельные советологи. Но советский секс осознал сам себя довольно поздно, на вершине и на излете советского режима, на пике застоя. В 1978 году на экраны вышел фильм «Странная женщина» про любовь юноши к зрелой даме и ее ответное сложное чувство. То есть на тему секса, а не возвышенной любви или семьи и брака. Но мало того. В рецензии на этот фильм газета «Комсомольская правда» отметила, что в СССР каждый третий брак распадается. Это буквально на завтра перепечатала вся мировая пресса, потому что цифра эта была едва ли не первым за десятки лет официальным, в советской официальной прессе опубликованным, указанием на количество разводов в СССР. А раз есть огромное количество разводов, значит, есть некий специфический момент человеческих переживаний, который не укладывается в узкие рамки понятия «половая жизнь» и «деторождение». Есть секс как отдельная, осмысленная в своей отдельности ценность. За год до того, в 1977 году, вышел научный труд «Общая сексопатология» под редакцией Георгия Степановича Васильченко. Раз есть патология чего-то, значит, есть и это самое. Кстати, монография была очень тонкая и подробная. Нюансы сексуальных переживаний были описаны весьма тщательно. Клинические случаи звучали как целые рассказы о той повести. Я уж не говорю о бесконечных машинописных восточных или западных пособиях по технике секса, а также о книгах Нойберта и Эмилинского. То есть секс в СССР был, разумеется. Но говорить о советском сексе в целом – это, на мой взгляд, недопустимо сильное обобщение. В составе СССР были мусульманские республики и регионы. Было Закавказье. Были автономии северных народов. Там была своя традиционная сексуальная культура. Как и в республиках советской Прибалтики. Хотя, судя по некоторым полевым наблюдениям и по художественной литературе, тамошний, прибалтийский городской секс не слишком отличался от русского. Своя специфика была и на селе, в отличие от города. Не говоря уже о том, что в 1920-е и 30-е годы, а также в первые послевоенные и в 50-е годы, тоже все было не совсем так, или даже совсем не так, как в период с середины 60-х по конец 80-х годов. Поэтому правильнее будет говорить о русском городском сексе конца советской эпохи. Примечание. К русскому в данном случае мы относим все сильно ассимилированные этносы, потому что в городе Москве невозможно было выделить украинскую, белорусскую, еврейскую, мордовскую, литовскую и так далее сексуальные культуры, в отличие, скажем, от азербайджанской. Итак, была ли у русского городского секса 1970-х годов какая-то советская специфика? Конечно, да. Об этом далее. Советский секс. Второе. Доступность. Русский городской секс 70-х годов был а. Легко доступен, б. Весьма недорог. Прошу моих слушателей извинить меня, но я не смогу принимать всерьез возражения типа «А вот я, а вот мы, а вот в нашем кругу» я никогда не ступал на палубу авианосца и никогда не имел возможности созерцать 1 миллиард 340 миллионов китайцев. Однако не говорю «А вот у нас в пруду» или «А вот в нашем районе». Кроме того, легко доступный не значит общеобязательный. В СССР курево было более чем доступно, но курили далеко не все, были и борцы с курением. Возможно, в доступности и дешевизне секса 70-х и было его специфически советское содержание. Что-то вроде пресловутого равенства в бедности или с той же пресловутого батона за 13, ну, в крайнем случае, за 25 копеек. Но других батонов, скажем, за рубль 30, для особо утонченных гурманов, в продаже не было. Опыт полевых исследований заставляет утверждать, что поиск или смена сексуального партнера вне и помимо брака в 70-е годы ни в коем случае не являлись проблемой ни для заинтересованных мужчин, ни для заинтересованных женщин. Также это не являлось свойством какой-то хорошо отграниченной социальной группы, например, богемы или нищих пьющих маргиналов. Не буду сходу утомлять слушателя попытками типологии советских добрачных и внебрачных связей, служебных серьезных романов и легких приключений, адюльтеров, двоеженств и двоемужеств, студенческих, птушных, фабрично-общежитских, а также строотрядовских, картошечных и иных развлечений. Не буду также загромождать изложения попытками классификации инфраструктурного и институционального сопровождения советского секса. Другими словами, не буду описывать многочисленные «где» все это свершалось от спальни до лестничной клетки и под каким идейным флером все это происходило от признаний в любви до «мы же взрослые люди, кому от этого хуже». К этим занимательным материям я вернусь позже. Но меня в данном случае интересует не столько доступность советского секса, сколько его чрезвычайная дешевизна. Ухаживания не стоили ровным счетом ничего, ни копейки. Можно было не платить за кино и мороженое, не дарить букетиков, конфеты, книжек и уж, конечно, не водить в кафе. Поход в кафе вообще безумная роскошь и вместе с тем головная боль. Кафе было мало, у дверей стояли очереди. Можно было, конечно, делать все это, платить, дарить и водить, но это в общем случае не ускоряло процесса. Презрение по отношению к тем женщинам, которые, как говорится, дают за ужин, было весьма сильным. Главным сексуальным трендом было бескорыстие. Подчеркивалось чисто советское различие между блядью и проституткой, хотя в царской России это были синонимы. Проститутка это профессия, а блядь это призвание, говорили в 70-е годы отдельные лихие красавицы. Но, кстати, о проститутках. Цены на проституток речь, разумеется, идет о низшем стандартном ценовом сегменте, поскольку верхнего предела тут в принципе нет и быть не может. Итак, цены на проституток в советское время были весьма умеренные, не сказать дешевые. Цена от 3 до 5 рублей считалась нормальной и в пригороде, и в районе метро Проспект Мира. И с тем, как сейчас сопоставимая цена составляет 5 тысяч рублей. Это и по отношению к средней заработной плате, и по паритету покупательной способности примерно в 3-4 раза дороже, чем в Советском Союзе. Чем это объясняется? Об этом далее. Советский секс. Третье. Тело и издержки. Итак, продолжаем. Почему русский городской секс был столь недорог в денежном выражении? Можно ответить, что всему виной некая общая номинальная дешевизна советской жизни. Или что все дело в духовности и бескорыстии. Наверное, и в том, и в другом есть доля истины. Однако я думаю, что экономический момент дешевизна должен иметь экономическую же причину – низкие издержки. В последние годы я не раз встречал однотипные в общем-то жалобы молодых женщин. Дескать, молодой человек не принес ни конфет, ни букета, ни в кафе не пригласил, не говоря уже о каком-то более серьезном подарке. И с ним пришлось расстаться. Ни в вещах и ни в деньгах дела дело в справедливости. Оно и верно. Подготовка к свиданию может влететь девушке в серьезную сумму – парикмахерская, солярий, эпиляция, а также другие значительные вклады – косметика и духи, красивое белье. Издержки должны быть так или иначе покрыты. Но ничего подобного в 70-е годы не было. Одна пожилая писательница рассказывала, «В наше время», то есть в 30-е годы, бедная девушка перед свиданием мыла голову. Вот и вся косметика. Разумеется, в 70-е годы у бедной девушки была и помада, и тушь для ресниц, и лак для ногтей, и тени для век, и духи, и дезодорант, и даже иногда какой-никакой крем для рук. Но, тем не менее, подготовка тела к сексу стоила очень дешево. Можно сказать, практически ничего не стоило, ведь душились и подкрашивали глаза так и так, независимо от сексуальных планов на вечер. Не было ни фитнес-центров, ни соляриев, ни эпиляций, ни пилинга, ни антицеллюлитных процедур. Спектр парикмахерских услуг был куда скромнее. К косметичкам ходили немолодые дамочки, маникюр почти все делали себе сами, и никакого наращивания ногтей. А педикюр, даже самостоятельный, был не очень-то распространен. Красивое белье было отдельной проблемой, почти неразрешимой и оттого неактуальной. Вернее, будет сказать так, в 70-е годы тело к сексу вообще не готовили, да и мыли его сравнительно редко. Несмотря на то, что под руководством партии и правительства неуклонно росло число квартир с горячим водоснабжением, трудящиеся еще многие годы сохраняли привычку к еженедельной помывке. С детства я жил в коммуналке, там была ванная с горячей водой, но все жильцы в субботу выстраивались в очередь. Помню, мы жили уже в отдельной квартире, и к нам пришел один наш родственник, а я как раз закрылся в ванной, собираясь искупаться. Я услышал, как он спросил маму, «А Денис, где?» Она ответила, «В ванной, моется». Он изумился, «А почему это он моется во вторник?» Только не подумайте, что я был каким-то особенным частюлей. Во вторник я омылся, скорее всего, потому, что пропустил субботнюю помывку и стал уж совсем не в моготу. Более того, в тогдашних книгах по домоводству было написано, что душ нельзя принимать чаще одного раза в неделю, увозбуждает нервную систему. Поэтому само тело и его ближайшее покрытие выглядело не очень-то и у женщин, и у мужчин. Ноги были волосатые, подмышки чаще всего тоже, бритье подмышек, ног, а тем более сами знаете чего, считалось признаками проститутки или гомосексуала. Пятки были пошорхлые, ногти на ногах неухоженные, бывало с темной каемкой, носки или челки застиранные и зашитые заштопанные, белье тоже заношенное и, страшно сказать, не самое свежее. То есть, конечно, оно могло оказаться свежим, если, скажем, секс состоялся после банного дня, а могло и нет. Вчерашние, позавчерашние и третьего дня трусики и майки, а также бюстгальтеры и даже носки, челки и колготки были, увы, в порядке вещей. Высокие издержки требуют компенсации. Низкие не требуют. Кажись, это ясно, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Но вопрос был ли в ту пору секс неким социальным активом, ресурсом? Об этом далее. Советский секс. Четвертое. Обмены. Итак, вопрос. Являлся ли русский городской секс 70-х годов неким социальным или материальным ресурсом, неким более-менее ликвидным активом? Иными словами, можно ли было в те времена получить нечто существенное в обмен на секс? Чтобы не мучить читателя, отвечу сразу нет. В СССР в 70-е годы секс не был таким активом. Хотя, разумеется, было немало случаев, когда женщина или мужчина получал или получала что-то реальное, деньги или общественное положение в обмен на секс. Слово нет не означает абсолютно нигде и совсем никогда. Слово нет означает, что данное явление не было сколько-нибудь широко распространено, что его было значительно, явственно, меньше, чем сейчас. Отчасти это было вызвано советским социальным контекстом. Деньги в СССР не были универсальным экономическим инструментом. Наделить любовницу или любовника высоким социальным статусом, который, в свою очередь, дает доступ к деньгам, было весьма затруднительно. Разве что на уровне директор магазина заведующая секцией или главный режиссер актриса. Еще раз подчеркну, что такие случаи, в том числе весьма яркие, конечно же, были, но не они определяли облик советского секса. Могут возразить, а как же бесчисленные и совершенно реальные истории о самых разных начальниках, которые одинаково принуждали женщин к сожительству и, бывало, устраивали себе целые гаремы, о преподавателях, которые принимали экзамены через койку и так далее и тому подобное, как же проституция, наконец? Отвечу. Мы и сейчас живем в очень маскулинном патриархатном обществе. В советскую эпоху, несмотря на титанические, я серьезно говорю, и во многом успешные усилия советской власти в области равноправия женщин, общество было, мне кажется, еще более патриархатно. Во всяком случае, не менее, чем сейчас. Поэтому принуждение к сожительству в девятидесятых случаев вовсе не было свободным обменом активами. Она ему секс, он ей прибавку к зарплате. Увы, нет. Это было, коротко говоря, так, она ему секс, а он ее за это не уволит или поставит зачет. То есть, это было вполне разбойниче использование своих ресурсов с целью присвоения чужих. Причем речь шла не о сладеньком как таковом. В девяносто процентах случаев речь шла об удовлетворении желания доминировать, начальствовать, ощущать себя владыкой, хозяином, ощущать свою маскулинность, мачизм, хотя слова такого, кажется, еще не было. Для сравнительно редких советско-служебных мессалин и клеопатр примерно то же самое. Кстати говоря, проституция удовлетворяет те же самые желания, плюс желания унизить, причинить моральную, иногда и физическую боль, самоутвердиться, отомстить за какие-то прошлые сексуальные неудачи. Смешно звучат слова «мужчина идет к проститутке за половой разрядкой». Особенно наивно это утверждать в советском контексте бесплатного секса, сдобренного демографическим дефицитом мужчин. Строго говоря, именно проституция была той областью, где секс являлся ликвидным активом. Но в советское время проституция занимала куда более скромный социальный и культурный сегмент, чем сейчас. Так что повторяю, в 70-е годы секс не был социальным ресурсом или ликвидным активом. Советский секс в подавляющем большинстве случаев был простодушен и безогляден в добровольных случаях или столь же простодушно насильствен в случаях начальник подчиненного. Причиной тому, помимо всего прочего, еще и чисто экономически. То, что не является объектом инвестиций, не может являться предметом или инструментом обменов. А в предыдущей части мы выяснили, что в СССР секс, как правило, не являлся объектом существенных материальных вкладов и затрат. Вроде бы точка. но спросят, а как же советские молодые хищницы? Как же бесконечные советские рассказы о том, как фифочка окрутила академика? Хорошо. Про фифочку и академика в следующей главе. Советский секс. Пятая. Фифочка и академик. Среди легенд и мифов советского секса почетное место занимает рассказ о фифочке, которая окрутила академика и тем самым стала хозяйкой квартиры, дачи, машины, избиркнижки, а в перспективе еще и заместителем председателя комиссии по изданию трудов покойного. Был такой анекдот. Академик делает предложение студентке. Машенька, хотите стать моей вдовой? Сама же фифочка это пустая и глупая красотка. Моложе академика самая маленькая на 20 лет, а то и на 40. То есть она должна годиться ему в дочке, а еще лучше во внучке. Спешу сообщить слушателям, что это и в самом деле был миф, причем миф в обоих смыслах слова, и как способ восприятия реальности, и как вымысел преувеличения. Но всякий миф имеет свои корни. В XVIII веке, например, было так. Женщина умирала в возрасте примерно 35 лет после 11-х родов. Вдовец, которому было примерно 40 лет, женился на 18-летней воспитаннице, то есть на сиротке родственнице, которая с детства жила в его семье. Это было весьма распространено. Так, например, обстояли дела во Франции. Об этом комедия Мольера «Школа жен». Так или иначе, второй брак с молодой женщиной был следствием высокой женской смертности. В прежние времена она была гораздо выше мужской. Потом ситуация изменилась диаметрально. Но, наверное, старый культурный стереотип остался у мужчин. А у замужних женщин, которые в XX веке отнюдь не собирались умирать в 35 лет, выработался новый культурный стереотип «опасливое отношение к молодым незамужним женщинам». Глашатаями мифа о фифочке были, разумеется, немолодые жены, ну и отдельные робкие мужья, которые во всякой фифочке видели хищницу. В начале 30-х годов эту проблему отметил знаменитый советский журналист Михаил Кольцов. Он написал о красных командирах, которые стали большими начальниками и бросили своих боевых подруг. Жены им кажутся устаревшими и отсталыми, потому что продолжают носить косынки и гимнастерки, ужасаются ценом на колбасу и стесняются ходить в театр. Начальники разводятся и женятся на молодых, модных, завитых и надушенных с накрашенными ногтями. Кстати, жениться на молодой это еще и показатель возросшего социального статуса в патриархатном обществе. Когда 30-летний шахтер Стаханов стал всесоюзной знаменитостью, он первым делом развелся и женился на девушке, только-только окончившей 10-й класс. Но интереснее другое инвестиции в секс. Юные дамочки, которым уходили бывшие комбриги и комкоры, ныне начальники трестов. Всячески культивировали свою соблазнительность. Полагаю, что те боевые подруги, которые сменили косынки на шляпки и гимнастерки на горжетки, остались при своих мужьях. Правда, потом большинство мужей расстреляли вместе с женами, но давайте не будем о грустном. Вернее, о настолько грустном. Жизнь фифочек шла не по розам. Как правило, после смерти академика выяснялось, что свою дачу он завещал дочери, машину переписал на сына, а сберкнижку отдал прежней жене. А в его огромной пустой квартире на улице Горького оказывается прописано еще человек восемь. Фифочка в лучшем случае после судов и разменов могла получить однокомнатную квартиру в районе метро Беляева. Крах фифочки мог наступить и до смерти академика. Например, в конец опупевший академик мог уйти от одной фифочки к другой, еще более молодой и прекрасной. Такие случаи разыгрывались на моих глазах. Один большой ученый женился на школьной подруге своей дочери. Но потом оказалось, что у нее была младшая двоюродная сестра. Академик мог захворать, испугаться страданий, покаяться и вернуться к прежней супруге. Неизвестно несколько громких случаев такого рода. Помню, как супруга одного видного деятеля говорила мудрым прокуренным басом «Искать третью молодость бегут к бледям, а умирать приходят домой». Так что глупенькая фифочка на самом деле была едва ли не жертвой, жертвой собственной порочной страсти к богатству, но и жертвой сластолюбивого академика, который завлек ее дурочку зрелищем апартаментов и дачных лужаек. Умная фифочка — это уже другой персонаж. Это, как было сказано, хищница. О хищницах разговор особый. Советский секс шестое хищница и любовь На первый взгляд хищница — это удачливая фифочка. Фифочка, которой удалось отбить все контратаки а. предыдущей жены, б. еще более свежих фифочек и ц. родственников покойного академика. Но это не совсем верно. Если коротко, академик выбирает фифочку. Хищница ловит академика. Поэтому, кстати, у хищницы инвестиций в секс значительно серьезнее, чем у фифочки. В те времена фифочка 18 лет могла обойтись мини-юбкой, польскими духами быть может и бусами из персиковых косточек. А хищнице была нужна дорогая модная одежда, привозная парфюмерия и косметика, серьезные украшения. Зачем? А затем, что хищница должна была быть примерно в той же социально-эротической категории, что ее соперницы, законные жены или в случае завидного вдовца другие хищницы. Кроме того, хищница должна была вращаться в кругах академических, театральных, литературных, художественных, то есть иметь допуск-пропуск в такие райские уголки, как дом литераторов, дом кино, дом ученых, дом архитекторов, всероссийское театральное общество, центральный дом работников искусств и так далее. Должна была посещать премьеры и вернисажи. И самое главное, бывать в тех же компаниях, что требовало огромной социальной сноровки, умения заводить задушевных подруг, оказывать разные ценные услуги и так далее. И все равно хищнице не позавидуешь. Рискованная жизнь. Одна моя знакомая хищница, очень, кстати, красивая и умная дама, говорила, вздыхая, опять благородный попался, все оставляет жене, мы с тобой, говорит, как в молодости, начнем с нуля, она печально засмеялась, хороший мужик, жалко бросать, но придется. Даже завидный вдовец это проблемный объект. У вдовца бывают дети и внуки. Никогда не забуду чудесный случай. Три хищницы нашли вдовца семидесяти лет. Без детей, но зато с полным набором. Квартира на улице Горького, дача на Николиной горе, черная Волга с шофером. Чуть было не подрались. Вдруг две из трех отступились, но недолго радовалась победительница. Он сам позвонил ей и пригласил на дачу на чашечку чая, прибавив, что мама будет просто счастлива. Занавес. Слушатели спросят, а как же любовь? Неужели один сплошной расчет? Нет, конечно же. Назым Хикмет был турецким поэтом-коммунистом. Вырвавшись из тюрьмы на родине, он переехал в СССР, получил почет, славу, ленинскую премию. В 1952 году он стал жить с молодой докторшей Галиной Колесниковой. А в 1955 году влюбился в еще более молодую, 23-летнюю, красавицу и умницу Веру Тулякову. У них была разница в 30 лет. В 1960 году он на ней женился. Правда, все свое имущество, от дачи и машины до мебели и книг, он официально оставил прежней жене. Почему я об этом вспомнил? Хикмет и Тулякова написали пьесу «Два упрямца». Юная женщина любит знаменитого старика, но не потому, что он богат и знатен, а вот просто так взяла и влюбилась. Он потрясающий человек. Старик тоже любит деву, но не потому, что она юна и красива, а по тому же самому. Человек она очень хороший. Конечно, я верю в любовь и даже верю в такие случаи. Но! Но есть, мне кажется, случаи, когда говорить про чистую от всего прочего любовь не нужно. Неправильно. Меня всегда коробили слова, которые я слышал и читал не раз по поводу разных великих людей солидного возраста из уст их молодых жен. Ах, я влюбилась в него без памяти и клянусь вам, если бы он был ни академик, ни великий артист, ни знаменитый художник, я бы все равно к нему ушла, даже если бы он был дворник. Это так же неприлично и неуместно, как ответы миллиардеров. Главное — труд. Working hard. Не надо предлагать поверить в то, чего нельзя проверить. Фифочка и хищница не исчерпывают список экзотических типажей советского секса. Была еще женщина, переходящий приз. Советский секс, седьмое, переходящий приз. «Ты великий человек», сказала Нина, «завтра мы пойдем на каток». Это была высокая честь. На каток Нину обычно сопровождали старшеклассники. Это цитата из рассказа Юрия Нагибина «Шампиньоны». Пионеры собирают макулатуру. Не смейтесь, дело происходит в тридцатые годы, и сознательные школьники на полном серьезе соревнуются друг с другом, кто больше соберет и сдаст бумажного мусора. Герой рассказа всех победил, и вот за это самая красивая девочка в классе идет с ним на каток. На каток — это как в кино или на танцы. Награда не только в том, что он проведет вечер с первой красавицей. Награда еще и в публичности. Все увидят, что они вдвоем, что она с ним. Обратите внимание, она не говорит «теперь я всегда буду ходить с тобой на каток». Завтра и только. Женщина, переходящий приз, была важной фигурой советской сексуальной мифологии. Почему мифологии? Потому что речь идет не об устоявшейся модели поведения, а скорее о некоем умонастроении, о некой идее. Необходимое уточнение. В английском языке есть выражение «трофи вайф», «женщина-трофей», или лучше «женщина-приз». Но это совершенно другое. Американская «трофи вайф» практически полностью соответствует нашей фифочке. юная леди как символ успеха, богатства и могущества пожилого джентльмена. Здесь же совсем другое. Здесь речь идет о женщине, которая переходит от одного великого человека, вспомним формулировку девочки Нины, из цитированного рассказа Нагибина, к другому, тоже великому, или хотя бы незаурядному. Что особенно важно, не ее берут, а она сама себя вручает, сама переходит. Женщина, переходящий приз, одно из первых воплощений женской свободы. Преснопамятная Аврора Дюпен, она же Жорж Санд, возлюбленная Мюссе и Шопена, и, возможно, Листа, и еще нескольких не столь знаменитых. Дагни Юль, муза Стриндберга, Мунка и Пшебышевского, пожирательница гениев Мизя Серд, королева мюнхенской богемы Фанни Цуревентлов. Но что мы все об иностранках, пора бы уж о наших. Кажется, что российская идея переходящего приза началась с Аполлинарии Сусловой, возлюбленной Достоевского, на которой женился совсем молоденький Розанов. Ей было сорок, ему двадцать четыре. Она была, по его собственным признаниям, не очень хороша собой и совершенно асексуальна. Во всяком случае, никакого удовольствия в постели ни он, ни она не получали. Почему же он так тянулся к ней? Ответ один, Достоевский. Помню, как замечательный литературовец Владимир Николаевич Турбин изумленно говорил, но как он мог лечь в постель с женщиной, с которой спал Достоевский? Мне кажется, для того и ложился, чтоб стать, пардон, лечь, вровень с гением. Две монументальные фигуры раннего советского секса, два великих переходящих приза, Лили Брик и Евгения Ежова. Кстати, они не были красавицами, при этом они были чем-то похожи, но на них лежала харизма или аура, кому как нравится, их мужей и любовников. Мне почему-то не верится, что Бабелю или Шолохову действительно нравилась Евгения Ежова, но жена наркома внутренних дел и заодно любовница Отто Юльевича Шмидта была очень соблазнительна. Ежова покончила с собой в возрасте 34 лет. Лили Брик дожила до 86, тоже отравилась снотворным. Но харизма Маяковского столь плотно приклеилась к ней, что она оставалась привлекательной до глубокой старости. Идея женщина-переходящий приз существовала не только среди богемы. В москультовом романе Николая Осанова «Богиня Победы» ситуация женщины, которая должна достаться победителю, разыгрывается среди ученых-физиков. Но и среди людей вовсе незнаменитых и отнюдь невысокопоставленных это умонастроение тоже встречалось. Некоторые мужчины в 70-е годы вслух гордились бывшими мужьями своих жен, то есть на самом деле гордились собой. Она ко мне от главного инженера, от директора гастронома, от доцента ушла. Вот она у меня какая. Но и я тем самым ой-ой-ой. Советский секс. Восьмое. Где? Есть старая шутка про театральные жанры. Когда есть кого, есть где, но нечем, это трагедия. Когда есть чем, есть где, но некого, это драма. А вот когда есть кого, есть чем, но негде, это разумеется комедия. Из-за рокового вопроса где советский секс слишком часто имел обидный привкус комедии или горький аромат торгифарса. О, квартирный вопрос! О, покомнатное расселение семей, где в одной комнате оказывались родители со взрослым ребенком, или бывало даже три поколения, причем все три вполне сексуально активные или как минимум озабоченные. 55-летний дедушка, 32-летний сын с невесткой и их 12-летний Эдипчик. Но не будем говорить о тяжелых психологических последствиях такого житья. Давайте о веселом, то есть на самом деле о грустном. Где? Я читал. В одной комнате жили две супружеские пары, родители и дочка с мужем. Старики, а им было лет по 45, часа в четыре утра выходили на кухню, чтобы позаниматься любовью, и однажды были спугнуты молодыми, которые вышли на кухню за тем же самым. Очевидно, в темноте они не заметили, что родителей в комнате нет. Я читал. В одной очень населенной квартире молодожены устроили себе спальню в ванной. Клали на ванну деревянный настил, на него матрас, а чтобы родственники ничего не слышали, они громко пускали воду в раковине, и вся большая семья знала, что сейчас происходит. Это я про лиц, состоящих в законном браке, а с адюльтером вообще полный караул. Гостиниц было мало, но даже если были места, не селили москвича в московской гостинице, а ленинградца в ленинградской, поэтому дикой казалась сама мысль снять номер в гостинице на сутки. В гостиницах же других городов мужчину и женщину могли поселить только по штампу в паспорте, ну или за взятку. Отдельные эстеты и снобы ездили в Питер или в Минск, в Ригу, в двухместном купе, так называемом СВ. Слава Богу, это было можно, но до обидного дорого. В семидесятые годы скромный номер в гостинице стоил пять рублей в сутки, а один билет в СВ четырнадцать рублей. Да и неудобно там, жестко, узко, тесно. Однако народ, особенно молодой, не горевал. Где? У друга, подруг, если там вдруг возникло свободное пространство, например, родители уехали. Если однушка или комната в коммуналке, то верный товарищ уходил в кино. Если двушка и более, случалось, что товарищ возился за стенкой, включал телевизор или громко и раздраженно разговаривал по телефону. Это было очень неприятно. А как неприятно было в чужой коммуналке! Но всего тяжелее приходилось тем счастливцам, у кого всегда была свободная квартира. Ради друга, которому некуда податься с девушкой, иногда приходилось ломать свои собственные планы. Тут был свой этикет, свои нормы и правила. Например, мужчина не мог пойти с любовницей в квартиру к своей подруге, даже если у него с этой подругой были чисто товарищеские отношения. Все равно это считалось бестактным. Сказанное относилось и к женщинам. Нельзя было приводить Хахаля в квартиру знакомого мужчины и вообще коллеги мужского пола. Раздолье было на дачу. Ах, эти большие старые дачи с верандами, мансардами, чердаками, летними застекленными беседками и прочими закоулками, где непременно стояли сыроватые кровати, прикрытые линялыми лоскутными ковриками. Поехали на дачу, там у нас хорошая компания собирается. Эти слова воспринимались более чем однозначно. Это были просто-таки эрогенные слова. Столь же эрогенными были слова дом отдыха, пансионат, выездная конференция и вообще отпуск, а также мастерская знакомого художника. Многие девушки уезжают так и не отдохнув. Эта знаменитая довлатовская фраза описывает реальность точнее и шире, чем все советские романы о высокой любви в контексте решения важных народно-хозяйственных задач. Сказанное не означает, что автор не верит в высокую любовь на заводе и в учреждении. Насмехается над ней. Верит, конечно, и ни капельки не насмехается. Кстати, и на заводе и в учреждении было полно всяких комнатушек и закутков от портбюро до склада. Но делать это на работе считалось не камильфо. Не совсем прилично. Секс в производственном помещении допускался, но почему-то считался чуть ниже сорта. Играйте Аплодисменты . от окрета.